Всем привет! Меня зовут Настя и сегодня я хочу показать вам последние книжные покупки и подарки. Начну с последних и недавно в одном из видео я рассказывала вам о том, что по совершенной случайности и благодаря Лайвливу мне в подарок досталась книга от издательства Силада, которая называется «Гелиус. Жизнь после нас» автор Роман Бубнов. Я рассказывала подробно о своих впечатлениях в прочитанном за февраль и поэтому сейчас не буду на ней долго останавливаться, а покажу еще две книги, которые издательство Силада также прислало мне в подарок. Первая называется «Роза и червь» и ее автор Роберт Ибатулин. В книге рассказывается о том, что в какой-то момент инопланетяне уничтожили человечество Земли и его остатки спрятались в подземных убежищах и на различных ближайших планетах Венере, Марсе, а также спутники нашей Земли, Луне. Прошли годы и даже, кажется, столетия, и остатки людской расы стали уже забывать об этом неудачном контакте с инопланетным разумом, они погрязли в своих проблемах, но при этом они совершенно не замечают, что на Земле начинает зарождаться чуждая, опасная жизнь. На книге стоит отметка 16+, соответственно, здесь будут какие-то определенные элементы, возможно, связанные с жестокостью, насилием. Пока что еще не читала, но думаю, что в этом году обязательно за нее возьмусь. Качество издания хорошее, твердая обложка, белые листы бумаги, также очень плотные, как и в Гелиусе, но здесь, в отличие от Гелиуса, есть цветные вставки, цветные иллюстрации, например, вот. Так что книга сделана качественно, в этом можете не сомневаться. И вторая книга, которая мне досталась, называется «Звездные врата на последнем рубеже», автор Мартин Энви. Здесь описывается альтернативная история мира и рассказывается о том, как же развивалась Земля, а также другие планеты, при том, что между ними постоянно была связь, то есть были проложены межгалактические дороги древней расой. Больше о книге ничего не знаю, но думаю, что она будет довольно интересна. В аннотации, кстати, также указано, что она никак не связана ни с фильмами, ни с сериалами, то есть это отдельный продукт. Качество издания также на высоте, бумага белая, правда, шрифт здесь немного необычный, похож, по-моему, на калибре, но я могу ошибаться. И здесь также, как и в предыдущей, есть цветные иллюстрации, цветные вставки. Например, вот такая. Тоже как-нибудь ее прочитаю, надеюсь, что мне понравится. Следующие две книги я приобрела совсем недавно, и это Василий Авченко и его книга, которая называется «Кристалл в прозрачной оправе. Рассказы о воде и камнях». Держу я ее сейчас в руках, потому что мне выпал пункт в охоте на снаркомонов. В названии книги должен быть «Камень». Собственно, он тут есть. Книгу эту я читаю в данный момент, уже прочитала больше половины, и, в принципе, мнение о ней у меня уже сложилось, и думаю, что оставшиеся страницы ничего не изменят. Но, тем не менее, подробно о ней расскажу в конце месяца. И следующая маленькая книжечка принадлежит также Василию Авченко, называется она «Глобус Владивостока. Комментарии к ненаписанному роману». Здесь всего 100 страниц, и это что-то наподобие энциклопедии, словаря, путеводителя. То есть здесь просто даны какие-то факты о Владивостоке, какие-то топонимы. Собираюсь ее читать сразу же после вот этой книги, так что также в конце месяца о ней вам расскажу. Далее у нас идет Дина Рубина и ее сборник у Ангела. Я знакома с этой писательницей только по одному ее сборнику рассказов под общим названием «Душегубица», который я читала много лет назад. Мне тогда понравилось, но дальнейшее знакомство как-то не сложилось. Сейчас же Дину Рубину активно пересдают вот в такой вот серии. И сразу же хочу сказать по поводу издания, что оно мне не нравится. Бумага здесь очень серая, очень дешевая, не особо плотная. Такое ощущение, что она из какого-то вторсырья, что ли. В данном сборнике у Ангела содержатся три повести. Причем ни одна из них не называется у Ангела. Называются они следующим образом. «Камера наезжает», «Во вратах твоих» и «Высокая вода венецианцев». Собираюсь прочитать ее в этом месяце и надеюсь, что она мне понравится. Кстати говоря, чуть не забыла сказать, что здесь вот внизу содержится метка 18+, на которой написано «Содержит нецензурную брань». Так что имейте в виду. Следующая книга тоже содержит метку 18+. Это Георгий Миляр «Я второй раневская. Моя автобиография». Здесь содержится знаменитый алфавит Миляра, в котором есть куча мата и афоризмов. Также есть какие-то его сатирические фразы, какие-то записки, как я поняла. В общем, очень интересно мне стало прочитать эту книгу, тем более, что Георгия Миляра в роли Бабы Юги и Кащея я в детстве обожала. И еще одна книга в пленке, так как на ней также стоит значок 18+, это «Удивительные приключения рыбы Лоцмана. 150 тысяч слов о литературе» критика Галины Юзифович. В этой книге содержится рецензии на порядка 170 книг, и причем 70-80% из них – это современная русская литература. Именно поэтому эта книга меня заинтересовала, и я ее приобрела. Я вообще практически не читала нашу современную прозу, и несмотря на то, что я не поклонница критика Галины Юзифович, тем не менее, мне все равно интересно, и надеюсь, что книга мне понравится. И на этом на сегодня все. Если вы читали какие-либо книги, которые я вам сегодня показала, то, пожалуйста, пишите об этом в комментариях. Всем спасибо за внимание, и до встречи в следующем видео.